Всем привет, друзья, я Букреев, и вы знаете, что у меня живут муравьи-убийцы. Сегодня я хочу вам показать, как рождаются убийцы. Это очень интересный процесс, усаживайтесь поудобнее и ставьте лайк. Если видео не понравится, то лайк в конце уберёте, извините, но у нас здесь такие правила. На прошлом видео с муравьями мы набрали 7500 лайков. Давайте сегодня попробуем набрать 10 тысяч лайков. Я очень надеюсь на вас, я верю, что мы сможем это сделать. Сейчас вы видите первую стадию развития муравьёв-убийц, яйцо. Нет, не то яйцо, что вы едите по утрам, это муравьиное яйцо. Иногда ласково мы называем это икрой. Обычно матка откладывает нехилый такой пакет яиц. Пакетом он называется, потому что они скреплены вместе. И вы только представьте, из этого получается настоящий муравей. За яйцами муравьи всегда тщательно ухаживают и не знаю, что они конкретно делают, но расплод никогда не валяется без внимания. Всегда с ними муравьи-няньки. Вокруг вы видите коконы, но к ним мы вернёмся чуть позже. Время идёт, яйца растут и следующая стадия это личинка. Нет-нет, не та личинка, которую вы... Эх, шучу. В общем, яйца вырастают и образуется личинка. Она уже имеет более вытянутую форму. И посмотрите, личинки уже двигаются. Это просто завораживает. Интересно, этот процесс завораживает только меня? Может быть я какой-то странный? В общем, личинки гладенькие, блестящие и ещё иногда двигаются. Будто просят, чтобы их накормили. Со временем личинки достаточно быстро растут в размере и становятся действительно крупными толстячками. Но чтобы личинки росли побыстрее, их нужно кормить. Как толстенькая личинка доберётся до поилки со сладким сиропом? Правильно, она толстенькая и без ног, поэтому им помогают муравьи. Капаем сахарный сироп и смотрим, что же будет происходить. Ну вот пришёл муравей. Обратите внимание, как надувается его брюшко и становится прозрачным. Внутри брюха сироп. Интересно, если подкрасить сироп пищевым красителем и дать муравьям, брюшко будет цветное? Насколько я знаю, пищевой краситель не опасен для муравьёв. Как вы думаете? Пишите в комментариях ваши мысли. После муравьи-бочки, мы их так называем, кормят других муравьёв. Этот процесс называется трофалаксис. Ну, простым языком они лижутся в дёсна. Извините, что-то у меня сегодня странный юмор. Посмотрите, как сокращается брюшко муравья, когда он передаёт сироп. Это действительно залипательно. Кстати, сейчас на видео кормят инвалидов. Взрослый муравей получил травмы и не мог передвигаться. Они его не убили и даже выхаживали. Это очень необычное явление. И мы уже сняли про это отдельное видео. Обязательно посмотрите, ссылочка будет вот здесь. Но любая жизнь заканчивается смертью. Пока наши личинки развиваются, мы сделаем лирическое отступление. Нам удалось заснять, как умирает муравей. Интересно то, что он сам пришёл на мусорник, туда, куда все муравьи выкидывают мусор. Сразу видно, что с муравьём что-то не так. Обычно филахи очень активны и быстро передвигаются. Но этот был медленным и неуклюжим. Жизнь циклична, и за рождением следует смерть. Прямо на наших глазах жизненные силы покидают этого муравья. Это действительно уникальные кадры, которые сложно запечатлеть. Это были последние движения муравья. Муравей умер, но на смену ему готовятся новые. Вот посмотрите, они в этих коконах. Ждут, пока их распакуют. Сейчас поговорим о коконах. Муравьи часто с ними носятся. Ищут для них идеальные условия. Где лучше температура и влажность. Хватают мандибулами, терроротиками коконы и ищут место получше, куда их укромненько сложить. Коконы это уже предпоследний этап развития. Дальше только имага. Коконы уже матовые, мягкие. И плюс коконы заметно темнее и движения в них мы не наблюдали. Буквально пару минут назад муравьи распаковали некоторые коконы. Посмотрите на муравья имага. Он уже как настоящий муравей, но прозрачный и практически не двигается. Новому муравью помогают, его обильно кормят и тщательно чистят. На этих кадрах мама впервые видит своего ребенка. Эх, это так мило. Посмотрите, этот муравей действительно очень странный и прозрачный, но ему обязательно помогут. Скоро он станет настоящим хищником. На фоне дергается личинка и мага превращается в муравья. Настоящая идиллия счастливой муравьиной колонии. Вот и все друзья, я очень рад, что моя колония с филлахами начала быстро развиваться. Я уверен, что это все благодаря моему упорству и вашим лайкам. Долго у меня что-то не получалось, но теперь развитие идет в геометрической прогрессии. И очень скоро мы откроем ходы в формикаре для наших муравьев. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы идеальны, вы самый лучший подписчик. Я вам очень за это благодарен и поэтому сегодня секретная информация именно для вас. Целый час после выхода этого видео я буду усиленно отвечать на все ваши комментарии и вопросы. Спасибо, что вы со мной. А, да, и посмотрите вот эти видео обязательно. Они просто офигенные и вам понравятся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok